Продолжение следует... Правильный ужин легок в рекомендациях и очень сложен в исполнении. Почему легок? Потому что в принципе не так много продуктов на ужин можно съесть совершенно спокойно и с пользой для вашего здоровья. Почему сложен в исполнении? Потому что для вас масса продуктов и напитков оказываются запрещенными или не рекомендованными. Знаете, вчера я опоздал немножко к тому, как заказывали ужин. Ну и получилось так, что три рыбных блюда и десерт. Каждое из рыбных блюд могло послужить самостоятельным ужином вместе с десертом. Получилась тройная нагрузка, поэтому некоторые следы ужина вы видите на моем лице. Все-таки небольшая течность есть, я это прекрасно понимаю. Но это не страшно, если это эпизод. Проблемы для здоровья не составляет. У меня такой ужин это все-таки эпизод. Не так часто я перегружаюсь в организм на ночь. Но кто это делает систематически, вот здесь будет конечно сложнее. Почему? Потому что все-таки ужин должен полноценно перевариться, усвоиться без следов на лице, без следов на теле. Так что же такое правильный ужин с этих позиций? Ну на мой взгляд, для того, чтобы хорошо работала печень, ужин должен попасть поближе ко сну. То есть примерно час-полтора до сна должен состояться вот тот самый ужин. Что вы в это время можете использовать? Ну легко перевариваются любые кисломолочные продукты. Единственное исключение, творог, если вы будете использовать на ужин, он кисломолочный, не стоит его жевать. Чем однороднее массу вы сделаете во рту, тем дольше он будет перевариваться. И это уже будет не продукт для ужина. Если творог комочками, если вы его разбавили, натерли какие-то овощи, сухофрукты положили с творожком, прекрасно. И твердый сыр не стоит на ужин. Да, это тоже исключение из кисломолочных продуктов, потому что все-таки концентрация высокая, он может не успеть перевариться. Остальные жидкие, там йогурты, кефиры, простокваши, пожалуйста. Что еще легко перевариваются? Ну овощи, фрукты. Но без семян, без бобовых, там много белка, концентрированный белок, он не успеет перевариться. Скорее будет пучить живот, будут плохие сны вам снится. Или вещи сны снятся тоже на этом, на плохом ужине, на знившем ужине, чаще всего снятся так называемые вещи сны. Вы ищите, что вам приснилось, а вам приснился в принципе просто знивший ужин. Если понравится сон, можете повторить ужин, вдруг сон тоже повторится. И пожалуй все. То есть фрукты, овощи, салатики, винегретики. Можете кстати великолепный, особенно для храпунов. Великолепный ужин это постный борщ, постный суп. Почему? Потому что вам нужно, причем густой. То есть овощей должно быть относительно много. Они будут держать воду в кишечнике, постепенно отдавать в кровь. А храпун рискует тем, что у него ночью увеличивается резкая вязкость крови. Ведь он спит не с закрытым ртом, у него открыт рот. А рот это место для испарения жидкости. Очень быстро становится густой кровь, нагрузка на сердце, на сосуды. У моих храпунов поэтому с утра повышено артериальное давление, потому что густая сметана, никуда же мы не денемся от нее. Ну и высокий кардиологический риск, потому что сердцу тяжело ночью качать кровь. Ну там есть разные варианты. Респираторная апноэ, асистолия. Увы это осложнение неправильно проведенного ужина. Ну еще одно осложнение, сами понимаете, есть такое хорошее выражение. Полежи после еды, чтобы жирок завязался. Реально к утру завязывается, плотный ужин. К утру вы увидите на талии, на бедрах, на других местах. То есть жировая ткань будет откладываться, куда раздеваться. Вы загрузили много калорий, не дали их никаким образом сжечь. Потому что вы спаливая, активно не работаете ночью. Поэтому, если вы будете понимать, что правильный ужин, это не прихоть диетолога. Как бы вас там, знаете, так ограничить, отсечь какие-то продукты, сделать вам такой скромный ужин, сделать вам там какие-то невкусные блюда преподнести. А множество вкусных блюд сказать нет запрещено. Вкусный ужин, во-первых, обеспечивает очень важную особенность, проснетесь ли вы утром. Правильный ужин именно это обеспечивает. Если вы съедаете много мяса, оно не успело перевариться, вот тут возникает проблема. Мясо на себя тянет воду, откуда из крови. Кровь становится более густой. Поэтому, когда человек просто съедает много мяса, у него появляется жажда. Жажда это индикатор того, что кровь густая. Вот, поэтому очень важно, чтобы ужин был правильным и обеспечивал не только ваш спокойный сон и хорошее восстановление ночью, но и высокую работоспособность с утра. Чего я вам всем и желаю, когда вы будете правильно складывать кубики. Завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, перекусы. Ваше здоровье только укрепится. До следующих встреч. До новых встреч.